Девушки отдыхают Желаю счастья. Тебе пригодится А вот и ты Мне удалось нанять охранников Отлично. Одним вопросом меньше Я хотел обсудить Текст пьесы Совсем неплохо написано А мне нравится Ради Дуду я была готова рискнуть Репутацией театра А теперь вижу, что это может быть действительно Интересно Я даже знаю, кому дать роли слуги Ведьмака и королевы Надо еще подумать Про князя и княжну Кто сыграет Ведьмака? Один любитель Я с ним еще не работала Но я уверена, что с этой ролью он справится на отлично Он в трупе недавно? В каком-то смысле Не притворяйся, будто не знаешь Что речь идет о тебе Хорошая мысль Не думаю, что мне удастся зажечь публику Но самое важное, чтобы Дуду меня увидел Но ты же будешь стараться Ты хотя бы выучишь текст? Разумеется Вы хорошо зарабатываете на представлениях? По-разному бывает Если угадаешь момент Публика едва вмещается на площади А иногда Весь заработок Горсть медиков Разумеется Ты тоже получишь гонорар В конце концов Сейчас ты часть труппы Спасибо Кого вы видите в роли князя Доплера? Я выбираю между двумя кандидатами Безопаснее было бы взять Абеляра Ризе Он в нашей труппе давно Работает безупречно Но толпу не заведет А другой вариант? Максим Болье Это великолепный актер И публика его обожает Но, к сожалению, никогда не знаешь Придет ли он на представление трезвым Да и придет ли вообще? Возьмем этого Абеляра Лучший солидный ремесленник Чем непредсказуемый талант Ты прав Вся затея и без Максима достаточно рискованная Подумаем про роль княжны Роль маленькая, но очень важная Кто бы мог ее сыграть? Рисцила Вполне очевидный выбор Она молода и красива Правда, у меня сценический опыт больше Пусть играет Присцила Не обижайтесь, но большинство людей Обращает на внешность больше внимания, чем на способности Понимаю Я дам ей знать Уверена, она справится Так, роли мы распределили Похоже на то Ну что, готов выйти на подмостки? Я просмотрел текст по дороге Просто из интереса Так что можно начинать хоть сейчас Тогда не будем терять времени Идем на сцену Золтан Что ты тут делаешь? Я слыхал от Присциллы, что вы собрались ставить пьесу И ты сыграешь главную роль Не главную Я и подумал Нельзя ж такое пропустить Скажи Тебя оденут в ритузы Пойдем, Геральт Тебе нужно собраться перед выступлением Удачи! Дамы и господа Достойные обыватели Священного города Новиграда Приглашаем на блестящую комедию Под названием Избавление Допплера В ролях Ведьмак Геральт В роли самого себя Катарина В роли королевы Лео Рибе В роли подлого слуги В роли князя Выступит Ветеран новиградской сцены Абелар Ризе В роли княжны Вы увидите Прекрасную Очаровательную Девушку-министреля Обладательницу Соловьиного голоса Присциллу Королева Укротитель чудовищ Которого ты призвала Ждет в коридоре Пригласи его Для куражу Винишко глотну я слегка Ведьмак О поддержке молю В деликатнейшем деле Знаю, монстр Покусится на наше веселье Отсеки же Главу Ты у чудища злого А награду Я дам На подушках Пуховых Избавлять от чудовищ Моя жизнь И работа Я ее и за даром Исполню с охотой Он крючок заглотил План удался отлично Коль жених на балу Поменяет обличье Тут ведьмак и пронзит Чудо-юдо Как с пиццей Да и гости другие С ним станут биться Ах, только жаль мне дитя Будет плакать девица Но не брать же мне монстров зитья Чтоб срамиться Нас призвал сюда повод Достойный волненья На помолвку княжны Всяк идет без сомнения А про чудовище Ни слуху, ни духу Может он средь гостей И сейчас меня слышит Любимая Долго скрывали мы Наши пламенные чувства Месяцами Таили мы Страсти томления Так довольно секретов Вот тебе Предложенье Сейчас признаюсь в любви И паду на колени Я согласна, любимый Согласна Внимание! Чин велит молодым Чтоб бокалы поднять им Или счастье их древним Омрачиться проклятием Измена! Не вина, а воды с серебром Мне подали Вот таким существом Вы меня не видали Люди! Он не князь Это Доплер Принял его облик Вот так пара Княжна И полиморфная особь Это монстр О котором тебе я сказала Бей его И пусть кровь обогрит эту залу Монстр он или нет Я люблю его страстно Прочь, Клинки! Не пугайтесь Доплера напрасно Он существом был Всегда безопасным Люди Помните Делают монстром Не облик А злой характер Как у этого слуги Прав, Ведьмак То подлого слуги наветы Меня сбили с пути Его злые советы Человек ли мой зять Или Доплер Неважно Любит дочь моя Искренне Сердцем отважным Мораль истории Любой из вас постиг Не тот чудовище Кто с виду многолик Ведьмак Каждый Доплер Тебе будет другом А тюремный подвал Домом Всем подлым слугам Стража! Позовите стражу! Пусть заберет отсюда Этого изменника! Ай вы! Слышали, что Княжна приказала? Господин мой Давайте на сцену! Закуйте изменников Кандалы! Не бойся Все потом жили Долго и счастливо Скоро Доплер С княжной И свадьбу сыграли И с тюрьмы И слугу к ним На пир отпускали Доплером место в костре Сжечь Всех на костер! Да успокойся ты Не видишь Тут шутки шутят В комедии даже и гуль Мог бы князем стать Не переживай, сука Геральт! Как ты меня распознал? Привет, Дуду Я слышал, ублюдок Оставил тебе отметину На память Значит, ты Обо всем знаешь? Ты встретил Цири? Нет Мы пока ее ищем А, Геральт Как все вышло-то? Давно уже Я так не смеялся Расскажу ребятам Они же не поверят Ты можешь мне объяснить Как вам с Лютиком Удалось перейти дорогу Одновременно Ройвину, Ублюдку и Храмовой Страже. Все пошло не совсем так, как мы задумывали. Почему ты не связался ни с Пресциллой, ни с актерами? Я был в театре несколько раз в разном обличии, но так и не отважился. Не хотел их подставлять. Но когда услышал про новую пьесу, то подумал, что это шанс узнать, что с Лютиком и Цири. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к Ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал было за ней, но, наверное, я бы ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом, Цири и Лютика, но они словно испарились. Я перепугался и каждый день принимал новый облик. Я подумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, но... Погоди ты, чудак! Геральт, ты когда последний раз видел Цириллу, а? Давно? Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт, превратись в нее. Все? Я странновато себя чувствую, когда вы на меня так тарачитесь. Все, хватит. Это была плохая идея. Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдуньями. Но у нас есть и хорошие новости. Менге нет в живых. Хорошо. Наконец, хоть кто-то его прикончил. Хотя на его место придет такой же, если не хуже. Не обязательно. Но тром чую, что это может быть вполне порядочный господин. О чем это он? С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менге и отдать приказ перевести Лютика в Оксенфурд. А потом мы устроим засаду во враге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я остану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Никто не знает, что Менге нет в живых. Поэтому не бойся, что тебя раскроют. Никто не знает, кроме вас. А ты не имеешь отношения к пожару в казармах охотников? Скажем так, я был рядом. Жалко, я этого не видел. Лютика держат на храмовом острове. Придется тебе самому узнать, где именно. А если это покажется подозрительным? И они начнут меня расспрашивать. Бьюсь об заклад, что никто и никогда не станет докучать предводителю охотников. Кроме того, ты же Доплер. Да еще и актер в придачу. Ты в любой ситуации справишься. Если станет горячо, просто зайди за угол и обратись в сисястую бабу. Или, ну я не знаю, в галку там. Ясно. Спасибо. Ты справишься. Все думают, что Менге исчез, а значит ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду во враге. Геральт присоединится к нам и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менге с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется? Ты, наверное, что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так, Дуду, двигай на Храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Да, до встречи во враге. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности, как Ля Шарель? Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз. Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в шалфей Розмарин, где мы все и встретимся. И нажремся, как дикие барсуки. Ну что, идет? Тогда за работу. А ты молодец. Ни единой ошибки. А как вам вообще представление? Публика, кажется, не все поняла. Да, но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Хорошо, что ты выбрал Абеляра на роль князя. Максим наверняка забыл бы о премьере или пришел бы в стельку пьяный. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная. Ты учился где-нибудь в студии? Я учился в Каэр Морхене. Минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи. Видал ты этих бедолаг, что с Вилли набежали? Я слышал о тебе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...